Так, здрасте, дорогая публика, с Руслановым Аликовичем Васиным я разговариваю, он нейрохирург, детский нейрохирург, вот один мой зритель написал, ого, это он, он говорит, меня с того света вытащил, я не знаю, кто же это именно был, вот, потому что у меня зрители так часто бывают анонимны, что сегодня расскажете, Руслан Аликович? Слушайте, поговорим немножко про, вот, про ультразвук, вспомним Кристиана Доплера, вот я покажу несколько картиночек, давайте, да, надо вам дать права, все права вам дать надо, вам даны все права, сейчас попробуем, мне как-то все, права вам даны. Есть картиночка, да? Есть картиночка, вот там ультразвук, это как УЗИ, по-моему, все-таки. Да-да-да, это ультразвуковостей, да. Только почему-то оно еще как-то вот помечено какими-то красными, голубыми. Сейчас я запущу, наверное, все, смотрите, кто ко мне пришел. А-а-а, пришел, замечательно. Пришла эта, дульсинея, она же Дуля. 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 С грустными глазами, наверное, она стерилизованная, да? Ну, она родила трех котов. Ну, ее стерилизовали за это, да? Да, она погуляла целый час на улице, этого хватило. Вот, да, так вот, вспомним Кристиана Доплера, мечтателя, смотревшего на воду и увидевшего в ней двойные звезды, да? Двойные звезды она видела? Ну, он, да, он же изучал вот те самые гравитационные волны, те самые. Наверное, он все-таки изучал и ультрамагнитные волны. Ну, глядел он на круги на воде, я вот про эти, да. Вы же научили меня, какие гравитационные волны, на самом деле. А, эти гравитационные волны. Да, 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 эти, те самые, да. То есть, гравитационные волны, это волны на поверхности жидкости в гравитационной. Да, 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 и пришел к выводу, что, да, и пришел к своим выводам. А потом все это применил к описанию, там, двойных звезд. Двойных звезд пришел к описанию? Интересно. Ну, по-моему, да, то есть, вот. Да, если двойная звезда, одна звезда движется к нам, другая от нас. Да, 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 и меняется спектр. Да, в одну сторону сдвигается, в другую, в другую сторону сдвигается спектр, да. И даже, более того, если удается, ну, сейчас-то, может, удается, а раньше не удавалось, но, тем не менее, расплывались линии, значит, от одной стороны звезды, которая движется в нашу сторону, ну, другой, да, вот. В одни красное смещение, в другие голубое смещение. Да, да, мы об этом как-то говорили, там была забавная история с поездом, с паровозом, который разгоняли в Нидерландах, там они где-то путешествовали на этом паровозе. На платформе сидел оркестр, и этот поезд встречали люди с абсолютным слухом, определяя, как он, как звучат ноты. Да, ну, так вот, все это превратилось в достаточно полезные штуки, вот, в частности, в медицине. Вот, чаще всего... Но, в данном случае, это не совсем доплерский эффект, это, скорее, просто, как, так сказать, эхолокация. Ну, конечно, но доплер... А доплерский эффект, это, скорее, с кровотоками, или как-то там... О, да-да-да, вот к этому вопросу. Да, так вот, скорость-то кровотока, кровоток. Вот я вам сейчас покажу картиночку. Ну, тут, конечно, надо... Сейчас я, дайте-ка, наверное, разверну ее побольше, чтобы она стала. Мою мышку видно, да, стрелочка? Она у меня специально большая. Видно стрелочку. Да, вот если я покажу вам, вот, допустим, это синяя полосочка, да, вот, которая пульсирует, так едва-едва заметно, так это внутренняя вена мозга. Вот такая картинка. То есть, кровоток идет от датчика, значит, он синим окрашивается. А то, что идет в сторону датчика, окрашивается таким красным, желтым. Это кровоток... Навстречу. Да. Ну, то есть, они, наоборот, делали красное смещение у них. Это когда частота увеличивается, а голубое, когда уменьшается. Да, совершенно верно. Или красное смещение переменяли местами с голубым смещением. Но вы правильно подметили, что, когда сказали, что это исследование используется, ну, грубо говоря, называется цветовое дуплексное картирование кровоток. Можно всякую целую массу интересных вещей видеть при картировании кровоток. Ну, вот если вот вы посмотрите сюда, вот в эту область, вот видите, такая синяя пульсация, а потом красная, потом опять синяя. Так вот, здесь нет кровеносных сосудов. Это водопровод мозга. Ага. А он что проводит, лимфу или что проводит? Спинномозговую жидкость. Она тоже там у него у нас пульсирует, да, говоришь? Ну, безусловно, она пульсирует. Но вот дело в том, что, скажем, эффект в сосудах, то есть, определяется. Потому что есть эритроциты. Они, грубо говоря, отражают сигнал. А в спинномозговой жидкости в норме нет, в общем, форменных элементов. Там они совсем единичны. И обычно ток спинномозговой жидкости, он не виден. Но в данном случае он виден. И это достаточно грозный признак. В данном случае это новорожденный ребенок, который обратился там в приемный покой с повышенной температурой и возбуждением. И вот сделали мы такое исследование и поняли, что в ликворе в спинномозговой жидкости у него какая-то взвесь. Ну, короче, это гной. Так называемый вентрикулит. Воспаление желудочков мозга. Ну, это новорожденная инфекция, вызванная у него оказалась, вызванная кишечной палочкой. Очень неприятная история. Это как же кишечная палочка преодолела, как это, гемоэнцефальный... Да, гемоэнцефалический барьер. Преодолела? Да, да. Такое случается. Но, скажем, не так часто. То есть она сначала в кровь попала, а потом уже попала. Да, да. По частоте возбудителя менингита врожденного, второй по частоте после, если не ошибаюсь, стафилококка. Вот, врожденный эффект. Да, вот такая история случается. Кстати, можно посмотреть на этот кровоток, что называется... Ну, грубо говоря, это называется посмотреть спектр его. И видим, что... Вот видите, разнонаправленный... То есть это встречный поток туда-сюда-обратно идет. Ну, да. Такое и должно быть-то, нет пульсации-то? Да. Он синхронен с дыханием и очень хорошо определяется в момент плача или, скажем, там, пальпации живота. Вот. То есть в данном случае... И вот подобную историю можно увидеть не только при... Вот как в данном случае при воспалении, но и при кровоизлияниях. Вот это очень позволяет... Ну, такой очень хороший... Вообще ведь, скажем, вот кровоизлияние у новорожденных ставится при диагностике УЗИ очень даже хорошо. Но там вся классификация построена на обнаружении сгустков в просвете желудочковой системы мозга. А вот жидкая кровь, она в так называемом обычном В-режиме, она не видна. И вот такая история, если удается определить. Вот это называют ликварный факел. Ну, вот он действительно так достаточно красиво выглядит, ярко. Вот. Это позволяет диагностировать и кровоизлияние. Так. Что у нас еще здесь интересной картинки какие есть? Да, а вот это вот уже исход вот того состояния, которое мы видели. Удалось купировать воспаление. Это было достаточно непросто. Тут проводилось наружное дренирование, вводились антибиотики системно и в полость желудочков. И вот с тех пор они выросли. Видите, такая темная жидкость. Видно, как и темные... Вот я их описываю в желудочке. Что-то темное, да. Да. И это занимает достаточно большой объем от мозга всего. Если вот окружающая ткань мозг, а это вот такие баллонными раздута желудочковая система. Это называется гидроцефория. И это требует оперативного лечения. В данном случае... Это тоже не норма, да? Конечно, не норма. Обычно вот эти вот желудочки, они в виде тоненьких щелей. Вот здесь они раздуты такими круглыми баллонами. Вот. Ну, в перспективе это... Ребенок, я думаю, в ближайшее время будет шунтирован. То есть, второй шунт. А что, будете сбрасывать эту жидкость оттуда? Как быть? Да. Золотой стандарт лечения гидроцефалии до сих пор остается шунтирование, так называемое, вентрикула. То есть, вот эта вот полость называется желудочек. Вентрикула по-латыни. Перитениальная. То есть, из желудочка посредством шунта, такой байпас делается, проводится под кожей в брюшную полость. И туда все это сливается. А там уже... Сбрасывается в брюшную полость? Да, в брюшную полость. А там она всасывается... Такой длинный, длинный шланг от мозга до брюшной полости? Да, длинный, тонкий, такой силиконовый. Ну, это называется катетер. Ну, можно и шланг делать. Ну, потом его придется заменять, естественно, когда ребенок вырастет. Ну, во-первых, он ставится с запасом. Но да, да, количество все-таки ревизии остается достаточно большим. Это на всю жизнь этот шланг? Чаще всего, да. Из неприятных моментов это, в общем, привязывает человека к нейрохирургу. Как в свое время один из известных нейрохирургов сказал, говорит, достаточно поставить 10 шунтов, вот, и ты обеспечен работой на всю жизнь, да. То есть, вот это требует... Иногда встречается инфицирование. Ну, и целая масса историй, связанных с шунтами. Шунт, он сложная достаточно система. Там, помимо вот этой трубочки, есть так называемая, ну, называют ее помпа. Да, такой миниатюрный насос, на который можно нажимать. Есть система регулирования давления. Потому что, скажем, если бы это была просто прямая трубочка, соединяющая, на, скажем, ну, желудочки с брюшной полостью, то там, скажем, в вертикальном положении возникает отрицательное давление, ну, примерно, допустим, с... То есть, с таким шунтом надо два дня в месяц проводить в больнице, да? Нет. Нет, нет, нет. Ну, а как же, 10 шунтов обеспечивают работой? Ну, это так, это так... Утрированный немножко взгляд. Иногда удается поставить, он стоит всю жизнь, никто его не трогает. Но это крайне редко. А так, чем меньше возраст, тем чаще ревизишь. Он-то на первом году чаще всего, потом, значит, реже. Вот. Сложные системы там бывают, так называемые антисифонные, чтобы не было сброса избыточного, потому что избыточное снижение давления тоже может вызывать осложнения, такие, как кровоизлияние. Так это, что ж, придется потрошить всего человека, вот от мозга до полости? Нет, ну, есть специальные проводники, да и шунпасыр, так называемые. А как же проводники? Через что совать-то? Подкожно проводится. Подкожно? Да. Очень деликатно, в общем, получается. Ох, что такое. Да, так что такая история есть. Но это инвалидность обеспечена, да? Да нет. Не факт. То есть, он не инвалид, да, его? Нет. Ага. Раньше всем автоматически давали инвалидность при этих историях, но сейчас дают инвалидность только если есть неврологические расстройства. Очень часто эти дети совершенно здоровы в плане и развиваются нормально. То есть, если людей с шунтами в армию берут? Нет, в армию не берут. Но инвалидность не всем дают, только при наличии каких-то параличей, порезов или там расстройств. Понятно. Да, так вот такая история существует. Есть достаточно сложные системы, программируемые системы, в которых можно выбирать давление, регулируются они. Есть специальные программаторы. Самое распространенное, это на основе такой хороший магнит. А внутри этого шунта, там внутри помпы, там устройство типа помпаса, там намагниченное, и поворачивается в программаторе определенная там деталь и меняется давление в шунте. То есть, можно регулировать. Но достаточно сложная система. У меня кошка хулиганит. Вот, вот такие вот. Призовите ее в порядку, призовите. Я ее обожаю. Ну, в порядку призвать надо. Я тоже обожаю своих котов, но призываю в порядку. Знаете, как я ее призываю? Говорю, дулечка, мама ругается. Ну, вот так и надо, конечно. Да, вот. Очень деликатно. Я тоже с вами. Да, вот смотрите, еще. Картина тоже. Пациент с водянкой. Достаточно редкая ситуация. У него изолирован четвертый желудочек. То есть, их четыре желудочка есть. Два боковых. Третий. И через водопровод сообщается с четвертым. Иногда бывает, в результате воспаления происходит изоляция четвертого желудочка. Есть некоторые способы, чтобы туда провести катетер. И вот эта навигация во время операции. Вот сейчас там заново начнется. Вот смотрите, вот я сейчас стрелочкой покажу. Вот этот катетер, вот сейчас он входит в водопровод. Это достаточно тонкая структура, водопровод. А нужно вот провести вот в этот пузырь. Это расширенный четвертый желудочек. Вот видите, катетер туда проникает. Да, вижу, проник. Да. А вот сейчас будет такой эффект. Это удаляется стилет из катетера, тоненькая такая проволочка, направляющая. И видите, с него слетел там, видно, да, хлопья такие. Это, видимо, после воспаления такие, фрагмент фибрина. Да. То есть, вот, пожалуйста, позволяет навигация, выполнять навигацию таких достаточно сложных. Но сама процедура, она, не скажешь, но она достаточно опасна. В том смысле, что вот вокруг водопровода там находятся стволовые структуры, так называемые пароакведуктальные ядра. Да, это может вызывать серьезные расстройства неврологические. Но в данном случае все вот обошлось. Стараемся делать это деликатно. Это можно делать еще под визуальным контролем при помощи нейроэндоскопии. Вот. Но в данном случае решили все-таки обойтись при помощи УЗИ. навигации. Так, что у нас еще? Какие картинки есть? А вот еще пример достаточно поинтересный. Сейчас я вам попытаюсь объяснить, в чем тут проблема. Вот если посмотреть, да, вот за стрелочкой, посмотрите, это, грубо говоря, середина мозга. Вот, скажем, левая сторона, это правая сторона. Вот это те самые желудочки. Ну, в принципе, видите, едва заметны, небольшие они. Не в пример тому, что мы видели в пузыре, вот такие достаточно изящные. А вот это цветовое кортирование. И мы видим, что вот с одной стороны, а это подкорковая область, подкорковые ядра, здесь достаточно интенсивный кровоток. Такие вот, видно, да, артерии мерцают. С противоположной стороны не так выражено. И здесь же оттенок другой, более яркий, такой белый, да, белесоватый, вот с этой стороны, где. Вот так выглядит неонатальный инсульт у младенца. Причем в данном случае никаких клинических проявлений нет. Но, тем не менее, вот это повышение плотности, повышение хогенности и избыточный кровоток, так называемый реперфузия, указывает на то, что в этой области ишемия, это ишемические инсульты. То есть, это, как раньше называли, кровоизлияние в мозг? Нет, это не кровоизлияние, это ишемия, то есть, нарушение кровообращения. Именно есть кровоизлияние, это геморрагический инсульт, да? Их два типа. Бывает кровоизлияние, а есть просто ишемия, когда, ну, нарушен кровоток. Но парадоксально, несмотря на ишемию, кажется, что здесь избыточный кровоток. Но это так называемая реперфузия, характерная для для новорожденных. Но вот исходом здесь будет детский церебральный паралич по геметипу. То есть, вот эта левая сторона, значит, правосторонний гемепарез будет. Ну, паралич с правой стороны. И, собственно говоря, с этим сделать уже ничего невозможно. Это факт. Вот такая вот картинка. Тем не менее, видите, как в этом заслуга Кристиана Доплера позволяет нам делать такие выводы, какие-то вещи прогнозировать. Да, ну, вот, по-моему, у меня все картинки, которые я хотел с ним показать. Понятно. Да, смотрите, Борис Сергеевич, хотел пару слов сказать про книжку. А может, даже, да, не встречался он тогда книжкой? Тогда мы эту картинку убираем. Да, да, да. И я даже, чтобы вам лучше посмотреть, ну, давайте, показывайте, во что мы, ну, вы пропали. Чего не показывать картинку-то? Картинку показывайте книжку, пожалуйста. Во, во что мы верим, но не можем доказать? Так. Да, не попадалась на такая книжка? Нет, не попадалась. Слушайте, интересная книжка, это, да, под редакцией Джона, Джона Брокмана. Тут, наверное, несколько десятков ведущих таких интеллектуалов мировых рассказывают, ну, такие краткие ответы вот на этот вопрос. Во что вы верите, но не можете доказать? Например? Да, и как пример достаточно интересный. Мне вот, допустим, понравился, здесь один, по-моему, антрополог рассуждает на тему, скажем, ну, так немножко постулирует, во что он верит? Верит в то, что, скажем, в эволюции человека, скажем, или в появлении расы белых людей играла роль красота, то есть стремление человека к красоте. И как пример приводит такие свидетельские показания одной девочки, которая воспитывалась в каком-то африканском племени. Ну, как бы мы сказали, жили они бедно, но, в общем, сказать, жили бедно, это ничего не сказать, выживали. И вот эта девочка рассказывает, что ее мама, когда забеременела братом, что называется, она сказала, что она его родит и убьет. И это было, там практиковалось, потому что выжить очень ограничено было, ресурсы ограничены. Но когда он родился, ребенок, она сказала следующее, говорит, нет, я его не буду убивать, потому что он красивый, он беленький, то есть он более светлый, чем все, такой светленький. И по словам ее, вот этот подход именно нравились почему-то светлые дети. То есть вполне вероятно, как он предполагает, что со временем это вылилось в такой искусственный отбор, что и красавчиков отбирали. Да. не появились. Ну, право, тут для проверки, ведь у этих светленьких детей черепа-то все равно негроидного типа. Дело второе. А у людей европеоидного типа другие черепа. То есть дело не только светленькая кожа. Ну, вот, тем не менее, такое предположение. Ну, и тут есть целая масса таких историй, очень много рассуждений, рассуждений о вере, то есть как вот уживается вера и знания, то есть многие ученые по этому поводу высказываются. И интересно почитать. Кстати, здесь мне понравился хороший анекдот, мне нравятся профессиональные анекдоты, иногда вот, да, я не знаю, допустим, я знаю несколько актерских анекдотов, или там театральных, там, слышали такой анекдот, как это выпивают в ресторане, эти комик и трагик. Двоих их не пригласили на какую-то супер вечеринку, там, и они, в общем, сидят, напеваются, и трагик говорит, не пригласили сволочи, забыли, а комик говорит, помнят гады, не пригласили. Хороший анекдот. Здесь мне понравился анекдот про физиков, такой, очень даже хороший, значит, два, физика судится в суде, причем, я не очень понял, по какому поводу они там судятся, но очень долго аргументировали, и в конце концов, один из физиков говорит, я ведь самый известный физик во всем мире, я уверен, что я прав в этом случае, и как ни странно, вот этот аргумент играет свою роль, и судья однозначно признает его победителем, ну, все его поздравляют этого физика, а потом все-таки такое у людей, ну, там, люди круга его, тоже физики, говорят, слушай, ну, понятно, что, в общем, конечно, ты прав в этом споре, но вот это твое утверждение, что ты величайший физик всех времен и народов, ну, это, в общем, как-то вызывает сомнения, на что он им отвечает, господа, я не могу врать, я же под присягой, красиво, согласитесь, я же не могу врать, я под присягой, вот, в этой книжке, я бы хотел, кстати, подарить вам эту книжку, если вы мне там пришлете адресочек с удовольствием пришел, вам бы было, может быть, вы что-нибудь интересное нашли, такая, да, хорошо, забавная книжка, кстати, там нету веры в то, что вселенная вечная, это долго в это верили, но не могли доказать, слушайте, слушайте, обычно всегда удается только опровергнуть, а не доказать это, в науке такое вещь, потому что была проблема вот происхождения жизни, а как хорошо в вечной вселенной, вселенная вечная, жизнь вечная, просто эволюция идет и все, потому что возникновение жизни, чем дальше в ней разбираемся, тем оно кажется сложнее, это вывезли на Энгельсе, ну подумаешь, форму существования белковых тел, ну сейчас-то такая форма осложненная, там и наследственность, а раньше как наследственность, свойство живой материи, все, это валите, ну ведь идеальная была формулировка-то, ну простая формулировка слишком, она тут дальше, чем дальше стали, тем хуже, структура клеток, я вот тут недавно смотрел, кстати, замечательно, мне понравился ролик такой ваш, вот не вспомню, молодой парень, физик, да, и вот он рассказывал своей теории, и там все закончилось распределением гаусса, вы говорили, что там, ну распределением гаусса всегда все качается, да, так вот, а скажите-ка мне вот какой вопрос, вот, а это у него там были эти самые черные дыры, черные дыры, да, 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 черные дыры, да, и вот там, вот он, слушайте, ну мне кажется, очень замечательно, он замечательный, но он не прав, а вот скажите мне, ответьте на вопрос, ну изначально материя, антиматерия была порвана, как предполагают, ну в общем-то говоря, да, это одна из загадок, почему не так, ну к этому есть два, так сказать, объяснения, одно объяснение дала моя зрительница мадам Нина Малахова из замечательного французского города Виши, вот, она объяснила это так, что ведь этих самых фотонов, которые тут у нас летают, хреново туча, их больше гораздо, чем, значит, в мире имеет место быть барионов, вот, то есть это не свалишь на рекомбинацию электроны и протоны, когда они водород образовывали, там вот, 300 тысяч лет после возникновения Вселенной, вот, а это не свалишь, но их гораздо больше, там, на много порядка, так вот, значит, это обычно связывается с рекомбинацией, ну как сказать, не рекомбинацией, а как это, сейчас скажу слово правильно, аннигиляцией материи, и антиматерии, но по непонятным причинам, почему-то у нас тут везде материя, антиматерия, но если где-то есть, то совсем ничтожных количеств, ну, понятно, что мы все не проверяли, под каждую, под каждую, так сказать, кровать не заглядывали, может, где-нибудь она, где-нибудь во Вселенной и есть, таких заметных количеств, но маловероятно, вот, и, значит, когда Вселенная образовывалась, она плотная была, и появляются черные дыры, и вот сейчас эта тема стала очень актуальной, потому что в молодых галактиках, которым было буквально по там несколько сотен миллионов лет, уже есть гигантские черные дыры, да, да, я слышал это новости, ну, они брались, естественно, на первых, на начальных этапах развития Вселенной, вот, они образовывались большие черные дыры, потому что Вселенная была плотная, так вот, в эти черные дыры могла проваливаться антиматерия, так вот, антиматерия чуть-чуть больше проваливалась, чем материя, и все, и поэтому, значит, вся эта, тут у нас за пределами черных дыр получился дисбаланс, это вот такое объяснение от мадам Нина, теперь еще одно объяснение, то есть, она загадочная, это не объяснение, это просто загадка, что оказывается, значит, есть такой процесс, это еще не загадка, это пояснение к загадке, есть такой процесс, который называется осцилляцией нитрины, то есть, нитрина электронная вдруг берет и превращается в нитриномионная, вот, или нитрина антиэлектронная в нитрина антимионная, так вот, с этим процессом пытались разобраться, оказалось, что, не помню кто-то, но они, короче говоря, с разной вероятностью превращаются, то есть среди, ну, понимаете, если вещество, антивещество, в принципе, ничем друг от друга не отличается, кроме того, что это вещество, а это антивещество, то это должны процессы идти равновероятно. Они идут с разной вероятностью. То есть нейтрино электронной в нейтрино мионные, и нейтрино антиэлектронные в нейтрино анти мионные с разными частотами превращаются, с разными вероятностями превращаются. Может быть, это быть, конечно, погрешность эксперимента, хотя там достаточно большая его точность. Различие очень такое, ну, скажем так, заметное. Вот. И с другой стороны, может быть, это ключ к разгадке, почему, собственно, у нас существует асимметрия. Это обычно называется барионная асимметрия. То у нас барионов больше. Ну, то, что антиматерия была, это факт. И то, что она аннигилировала, тоже факт. Ну, раз уж образовывались черные дыры, значит, антиматерия в них провалилась. Это тоже факт. А, значит, ее просто больше провалилась, чем материя. Случайно. Ну, как это вот случайно. Бросили бы монетку, орел и решка, да? Я подозреваю, что, когда это все сотворялось, вселенная, распределение Гаусса не работало. А здесь распределение Гаусса ни при чем. Здесь как раз ни при чем. Здесь, скорее, какое-то бинамиальное распределение должно работать. Или кто-то все это упорядочил. Нет, здесь Гаусс-то ни при чем. Здесь ни при чем Гаусс-то. Вот как-то так. Как-то так. Вот я так думаю. Да. Как-то так. Что еще скажете? Книжка хорошая. Что-нибудь хорошая? Книжка хорошая, говорит. Так вот, самое, что нужно сказать, прежде всего, предлагаю всем всемирно и всемирно поддерживать ваш канал, ваших котов. Вот помогайте финансово. Это самое важное. Они сейчас скучают без меня. Это первое. Второе. Время сейчас скользкое. Берегите себя. Все берегите. Потому что сейчас передвижение. Есть такое изделие, называют как-то оно резинотехническое, но в нем шипы вмонтированы. Шипы, да. Вот у меня такое есть, но даже сейчас так скользкое, что даже шипы не помогают, потому что вот эта вот зеркальность стала очень такой. Ну да, невероятно красиво сейчас. У нас здесь за городом снег такой чистый, белый. И он еще покрыт глазурью. И все это светится вот прям фантастически. Но опасно, чудовищно. Да, ну где там снег покрыт глазурью, ладно, мы его продавим нас ногой. Но, правда, мы по таким местам не ходим. А вот там, где просто вот была дорожка, и она покрыта глазурью, вот ее не продавишь. Она очень хорошо покрылась. Так что берегите себя, всем беречь, не падать. А если падать, то аккуратно на попу. Да. Тренируйтесь падать на попу. Ну, тоже аккуратно. Это учат там, когда учат в борьбе самбо, первым делом учат падать правильно. Да, 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 совершенно верно. Вот, так что аккуратненько берегите себя. Это очень важно. И поддержите Бориса Сергеевича. По мере сил, по мере сил. Всемирно и всемирно. Вот так. Да, да. Ну, спасибо вам большое. И публике спасибо. Спасибо всем. Спасибо. 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 Спасибо.